55 лет на передовой борьбы за здоровье. Юбилей одна из старейших государственных аптек Барнаула отметила за работой. К тому же ее прибавилось. Не проходит и квартала, чтобы не нагрянула очередная проверка. В этом году у нас уже было две проверки прокуратуры по ценообразованию. Нарушений у нас не было. То есть мы за этим очень четко следим. Недавно президент страны поручил и главам регионов лично проинспектировать аптеки. Главное, что нужно проверить, соответствует ли цена на жизненно важные лекарства предельно допустимой цифре. К таким препаратам относятся средства для лечения астмы, диабета, рака и других заболеваний. По закону на такие лекарства аптеки не могут накручивать более чем 30%. В этой госаптеке наценка не превышает 17%, в чем можно убедиться, сравнив ценник с базой данных. Для покупателей это главный аргумент – не ходить к частнику. Там чуть-чуть подороже, чем здесь. Мы не доверяем. Вот понимаете, вот она старая аптека такая, давнишняя, советская. И мы идем именно сюда. Я вот в одной аптеке только что побывал. Вот сверим, какие у них цены, какие у вас. Для сравнения губернатор заглянул и в коммерческую аптеку. Обычно статистика говорит о том, что в таких местах лекарства дороже в 2-3 раза. Однако по целому ряду позиций цены здесь оказались даже ниже, где на рубль, а где и на 4. Мы работаем в режиме жесткой конкуренции. И при возможной наценке 30% мы держим наценку всего 12,8%. Именно конкуренция, говорят специалисты, и помогает сдерживать рост цен на рынке лекарств. Если бы у потребителей не было возможности приобрести дешевые препараты в госаптеках, то частники непосредственно, они бы воспользовавшись ситуацией, ажиотажем, они бы накручивали бы снословные проценты и получали бы сверхприбыль. Что в принципе в прошлом году и получилось. Такие посещения я уже до этого делал. Я смотрю, как организована работа по продаже препаратов в сельских ФАПах. Я намерен дальше эту свою деятельность, контрольную, продолжать. К слову, на Алтае действует 297 государственных аптек. По мнению специалистов, вполне достаточно, чтобы оздоравливать не только людей, но и рынок. Екатерина Гаськова, Николай Шилко. Наши новости. Продолжение следует...